Ливневая канализационная система нашего города, поверхностная ее часть, представляет из себя около 1400 люков и щелевиков, в которые уходят талые дождевые воды. По подземному трубопроводу они стекают в Урал. По словам руководства дорожного специализированного учреждения, в настоящее время магнитогорская ливневка уже задействована на 80-83%. Около 400 колодцев в этом году открылись самостоятельно. Остальные приходится прочищать. Ремонтную аварийную бригаду мы застали за работой в районе пересечения улиц Кирова и Маяковского. В данный момент задача предотвратить затопление трамвайных путей и автозаправочной станции. То есть ведется промывка трубы, ведущей в направлении ливневой канализации. То есть после зимы она забита мусором и льдом. Вода под давлением поступает в шлангу и под этой силой пробивает водопропускную трубу. Некоторые проблемные участки ливневой канализации еще только ожидают ремонтников. Бесконечные снегопады не дают дорожному специализированному учреждению развернуть работы по благоустройству в полной мере. Первый момент проблемный это у нас Грязнова и Ленина. Вот с прошлого года мы по усилию не смогли пробить. В этом году сейчас подсохнет, мы в ночь там надо перекрывать перекресток, надо будет там все открывать, вытаскивать там руками, лопатами все выгребать, потом смотреть, пробивать. Мы попытаемся, как подсохнет только дорога, сразу попытаемся мы это сделать. Вторая волна весеннего паводка ожидается в конце апреля, начале мая. Уже точно можно прогнозировать, что серьезных подтоплений на городских территориях не будет. Ливневка работает. Как только тало и воду уйдут, коммунальные службы займутся ремонтами дорог и ливневых колодцев там, где это необходимо.